В республике продолжается экологический месячник. В столице региона сегодня чистый четверг. На улице Пирогова вдоль проезжей части разбили Липову аллею. Подробности в следующем материале. Пасмурная погода, высокая влажность. Именно такие условия больше всего подходят для роста молодых деревьев. Чтобы саженцы пережили зиму, крону привязывают к специальному пластиковому каркасу, который сможет выдержать даже порывы шквалистого ветра. Все по науке и проектным расчетам. Каждую улицу в городе благоустраивают по градостроительному плану. Посадка деревьев производится в месте, где нет коммуникаций. То есть нет кабелей, охранных зон. Там, где корневая система деревьев будет свободная для роста дальнейшего растения. Приживутся деревья или нет, покажет зима. В организации, которая отвечает за проводимые работы, дают гарантию на каждый саженец. Три года. Есть же разный ущерб. Может сломать, кто-то может выкопать, украсть. Ну, если этого нет, то, конечно, да. Знаем, как посадить. Но все зависит все-таки от природы. Мы же понимаем, что если, допустим, сейчас ударит мороз там 40 или там сколько-то градусов, оно может и не прижиться. Это же, ну, естественно, природные условия еще влияют. Факторы. Деревья подобраны для городских условий. То есть эти деревья должны нормально выживать. У нас липа, вот мы сейчас сажаем лип. Она у нас везде растет, как вы сами видите. И прекрасно, как говорится, взаимодействует с остальными реагентами. Всего на улице Пирогова посадили 20 лип. Все места, где необходимо провести благоустройство, в администрации Чебоксар выбирают по заявлениям жителей. В городе уже приживаются и экзотические для наших мест породы. На территорию города на сегодняшний день высажены такие породы, как туи западная, клен, генала, липа мелколистная, курильский чай, снижноягодник, спирея коленолистная и спирея рябинолистная, а также жасмин обыкновенный. Всего же осенью в столице региона планируют посадить 300 деревьев и полторы тысячи кустарников. Татьяна Трофимова, Дмитрий Ковалев, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика.